Сейчас я тебе в челюсть дам. Ты понял? Евгения Давидашвили по прозвищу Джуна. Взбалмошная, артистичная, проделавшая удивительный путь от простой буфетчицы в тбилисском ресторане до московской светской львицы и главной оккультистки 80-х. Вы все время держите руки так. Вы будете чувствовать покалывание. Есть покалывание? Нет. Был период, когда за Джуной реально ходили толпы страждущих, а ее квартира на Арбате была излюбленным местом сбора всевозможных знаменитостей. При средней зарплате по стране 120 рублей в месяц Джуна могла запросить и 100, и 200 рублей за сеанс. Мне было плохо. Сердце было плохо. И вот, вы знаете, мы сняли сначала электрокардиограмму до Джуны, а потом через 15 минут мы сняли уже электрокардиограмму после того, как Джуна поработала. Ну, такое впечатление, как будто два разных больных. Увы, чудо длилось недолго. Давление вскоре подскакивало, и снова Аркадий Райкин оказывался в больнице. Другой поклонник альтернативной медицины – глава советского госплана Николай Байбаков. Старик поверил, что Джуна излечит рак у его жены. Но после ряда удачных, как казалось, сеансов больная скоропостижно скончалась. Я беру те заболевания, которые в медицинской практике не лечатся. Рак лечите? Ну, это для меня ерунда. Цирроз печени, туберкулез, гепатиты. Спит. Я лечу, спит. Я лечу, спит. А вы леченного кого-нибудь показать можете? Ну, как могу показать? Там, директора парикмахерской, там, допустим, большой человек или другой человек. Ну, как можно показывать? Вы поймите. Это у нас идёт приток. Потом идёт распределение. Но тоже очень медленно. Можете сказать твои ощущения? Ничего, ничего. Итак, за все годы Джуна не смогла предъявить ни одного реально излеченного органического поражения. Ловкая психотерапевт-самоучка. Она, если и добивалась, то выборочных и очень кратковременных эффектов. Институт Курчатова, ядерная физика, радиоэлектроника, техника. Все институты мной занимались. Всё проверяли. Всё положительные результаты. Но если магнитный реактор меня подпустили к нему и сказали, проверь, где есть плотность. А я раз и отключила его. В Курчатовском институте, узнав эту байку про отключение реактора, лишь покрутили пальцем у виска. В институте радиотехники и электроники тоже не смогли припомнить у испытуемой никаких мистических свойств. Она просто ко мне подошла, так вот руками вот провела и говорит, Юрий Васильевич, вам нужно бросать курить, у вас очень больной желудок. Но я никогда не курил в жизни, я говорю. И у меня желудок, путь-путь, здоровый и переваривает камни. Не убедив физиков, Джуна пошла к медикам. Весь институт сербского, затаив дыхание, наблюдал, как она пыталась лечить психопатов. У нее ничего не получилось. Это был ноль эффекта. Она фактически удрала. Так же, как она удрала из больницы Боткина, где она взялась реанимировать больного, тоже ничего не удалось. Она даже не смогла установить, что там уже не клиническая смерть, а больной уже мертв. Джунина медобразование, курсы массажисток предбелийской железнодорожной поликлиники, делала ее посмешищем в профессиональной среде. Но придет другая эпоха, и скупка левых дипломов и псевдонаучных регалий станет настоящим бальзамом для ее ущемленного самолюбия. Отныне ее официальный титул – кавалерственная дама Ордена Святого Иоанна Иерусалимского. Джунина стала также одним из десяти членов Сената Международной Академии Альтернативных Наук. Овациями был встречен доклад целительницы о ее новых открытиях в области геронтологии. Как всякая истеричка, больная истерия, они в них заложены, это основной симптом истерии. Это жажда славы, признания, чтобы ею восхищались. Это у нее было. Ее самое такое стремление было – это попасть к первому лицу государства. Она получила бы сразу другой статус. Интересно, в итоге добралась ли ушлая Джуна до Брежнева? Версия, многократно перепетая в желтой прессе, а недавно еще и превращенная в телесериал, гласит, что добралась. Попробуем разобраться. Мне позвонила Фурцева и сказала, вы можете вылечить Леонида Илья? Я сказала, не знаю, в Белиси, в 78-м году. Леонида Ильича? Да. Ну и я взяла за него. Ну вы сами видели, как он разговаривал, правильно? Едва ли Екатерина Фурцева, легендарная советская министр культуры, звонила барменше Джуне в 78-м году, поскольку умерла в 74-м, когда генсек был еще вполне здоров. Слушаем далее. На открытии 26-го съезда, в первый день открытия, у Леонида Ильича Брежнева речь была вневнятная и непонятная. Вспомнили о Джуне. Она его лечила, и срочно она понадобилась. В ночь ее повезли к Леониду Ильичу Брежневу на дачу в сопровождении полковников КГБ. И Джуна сделал сиранс. На второй день съезда речь у Леонида Ильича была внятная, четкая и понятная. Это легко проверить. Очередной 26-й съезд начал свою работу. Так Брежнев говорил на открытии съезда, а второй раз он выступал уже на его закрытии. В единстве с народом сила партии. В единстве с партией сила народа. В дикции никакой заметной разницы. Неужто Джуна и впрямь все придумала? Ну, конечно, это все блеф ее лечения. Ничего она не может. Академик Чазов, бывший главный кремлевский эскулап, без ведома которого к генсеку не подпускали ни одного специалиста. Она говорит, что она целитель, блестящая, больных спасала и даже занималась Брежневой. Но Брежнев терпеть не мог. Вот таких целителей и так далее. И все-таки вы настаиваете, что это Джуна лечила Брежнева? Да, это Джуна его вылечила. И в один из приемов, который состоялся на даче, Леонид Ильич обратился к Джуне. Что бы вы хотели за свое излечение, за свои заслуги? Но она сказала, говорит, я всегда воин, защитник Отечества. Говорит, тогда ты будешь генерал-полковником медицинской службы. А рядом присутствовала командующая военно-морскими силами. И Леонид Ильич ему сказал, вот пускай она будет генерал-полковником в твоем подразделении, в моем. И это поэтому у нее черный мундир? Поэтому черный мундир. Вся эта история с мундиром – это чушь. Такого быть не могло. Бывший комендант спецобъекта Заречье-6. Той самой Брежневской дачи, куда якобы по ночам доставляли целительницу. Ну, это все миф. Никогда ее не было на даче, и близко ее не было. И в кабинете в Кремле, и на Старой площади ЦК тоже ее не было. Так что это все ее выдумки. А что же было? А был уже в начале 90-х у Джуны поклонник. Тогда еще начальник Академии Генштаба Игорь Родионов. Старик долго добивался Джуниного расположения, поздравлял ее со всеми праздниками, потакал капризом. Ну, пожалуйста. В подписанном им документе сказано, что экстрасенс стройна, обаятельна, привлекательна, аттестована на почетного генерал-полковника. Почетного. Что же до якобы морского мундира, то, как любая кавказская женщина, Джуна просто любила черное и золотое. Странно. Награда без номера. Фейковыми звездами героя Советского Союза и героя соцтруда целительницу одарила уже в начале 2000-х ее подруга, буйная коммунистка Сажи Умалатова. Тогда же был приобретен и этот как бы ватиканский орден, которым якобы награждают лишь святых чудотворцев. Ну, в Ватикане я встретилась с этим Папой Римским. Правда встречалась, но как простая туристка на папской мессе в Риме. Ну, он дал мне это, лучевую кость Иисуса Христа. Кто? Папа Римский. Христос же, простите, воскрес. А? Христос же воскрес. Я знаю. Светлейшая княгиня Давидашвили Битсардис, царица ассирийская, духовная заступница вооруженных сил России. Легко внушаемые адепты Джуны активно втягивались в этот маскарад. Втянулся и сын волшебницы. Вот он, ни дня не служивший в армии, в мундире генерал-майора неких энергоинформационных войск. Увы, судьба потомственного мага сложилась трагически. Сперва он был задержан в пятисотом мерсе с автоматом Калашникова в багажнике, потом подсел, как говорят, на наркоту, а в 26 лет погиб в пьяной драке в сауне. Пережитое горе не то чтобы совсем, но отчасти смирило гордыню целительницы. Она прекратила твердить о своем якобы инопланетном и полубожественном происхождении, открестилась от некоторых особо завиральных подвигов, и, наконец, ее живопись одним своим видом перестала излечивать спид и рак. Но ведь это все байки, что за Джуну рисуют студенты Строгановки, а вы только подписываете. Ну или подписывали в прошлом. Все в прошлом. Все. Все в прошлом. И ваше чудо-энергия тоже в прошлом? У меня есть энергия, я тебя взорву. Вы не почувствовали мою энергию? Скажите. Вы не почувствовали мою энергию? Честно? Честно? Нет. Дать тебе в челюсть. Через несколько месяцев после этого интервью Джуны не стало. Женщина, называвшая себя еще и академиком геронтологии, науки о старении, уверявшая, что знает, как сохранить молодость до 150 лет, умерла на 66-м году жизни от целого букета хронических заболеваний. Ее хоронили в любимом черном мундире. Перед гробом несли корону несуществующего ассирийского царства и великое множество алюминиевых звезд, крестов и медалей. Покой, Господи, душу, словшая рабы твоя... Вот и минул год со дня смерти целительницы. Ее родня и последователи успели за это время вдрызг переругаться из-за наследства. В каждом журналисте подозревают на эмита противоположного лагеря. Вообще все, вы никто. Не снимайте, берите. Ну и что, что происходит? Разрешение не сможет. Вот там сейчас происходит панихиды, мы даже не смогли подойти с камерой. Выставлена охрана. Но смысл всех речей понятен. Что Джуна – великая героиня, новая Парацельс, вторая бабушка Ванга, и дело ее должно жить в веках. Скажите, а у Джуны наград больше было, чем у вас? Ну, это к чему вопрос-то? Ну, просто интересно. Конечно, больше. Вы что, она академик 120-й. Стран мира. Джунин принцип – ни дня без подвига. Теперь свято блюдут ее ученики. Это вот по порядку, значит, это самое, «За отвагу», потом «Жуково», дальше других стран. Потом мне очень важно вот это вот за руководение обороноспособности России. Он был простым сержантом в стройбате, потом прорабом на стройке. И вот, после экстрасенсорной прочистки чакр, наконец, ощутил себя великим атаманом России и зарубежья, генералом армии, гранд-профессором, приором Мальтийского ордена и первым апостолом великой Джуны Давидашвили Битс-Сардес. Продолжение следует...